Всем привет! Сегодня речь пойдет об автоматическом пистолете Glock 18C И посмотрим, что из себя представляет данное оружие по игре, а именно, как с ним играется, фармится и выгодно ли его вообще использовать в Escape from Tarkov И начнем с того, что данный пистолет с током в своем исполнении стоит, как пистолет, весьма дорого, его цена составляет 35 тысяч рублей Также Glock 18C имеет множество вариантов кастомизации, конечно, меньше, чем яглобрат Glock 17, но этого нам вполне будет достаточно Также, как для автоматического пистолета, есть большое количество магазинов, не у каждого ПП есть такое, вплоть до 50 патронов И пистолет использует боеприпас в калибре 9х19 с парабеллом И топовым патроном на данный момент в игре является 7N31, который очень сложно достать у торговцев из ограниченного их количества А на барахолке цена слишком велика, как для такого патрона И поэтому мы будем использовать в тестах патроны бронебойный АП и экспансивный РИП Также немаловажным является и возможность комфортно прицеливаться И тут у пистолета с этим все хорошо Есть различные варианты механических и коллиматорных прицелов на любой вкус И по тестам мы видим, что при стрельбе очередью на ближние дистанции Glock сильно подбрасывает вверх И при использовании магазинов на 17 и 21 патрон из-за высокой скорострельности контролировать отдачу незачем, так как патроны уже влетели все При использовании накладки на рукоять значительно улучшается эргономика, но как видим по разбросу ситуация не улучшается И пожалуй самый лучший апгрейд для данного пистолета это приклад, который значительно снижает показатели отдачи, как вертикальной, так и горизонтальной По значениям в ТТХ Но по факту видим, что разброс уменьшился, конечно, но не настолько сильно, как хотелось бы И также видим, что при увеличении дистанции стрельбы разброс очень сильно растет И наиболее эффективным оказывается стрельба практически в упор И последнее, на что обратим внимание, так это магазины различной емкости И тут видим, что чем больше магазин, тем хуже эргономика Но при этом появляется возможность контролировать хоть немного наш спрей И у нас появляется больше шансов поразить цель Но и данная толповая сборка нам будет уже обходиться практически в 70 тысяч Конечно, можно использовать только магазины и приклад И тогда уместимся в 50 тысяч рублей Но опять же, это очень много, как для пистолета В общем, если судить по ТТХ и тестовую стрельбу, все выглядит неплохо И посмотрим, что у нас выйдет в реальных рейдах Все рейды будут проводиться онлайн на европейских серверах Так как на российских В последнее время часто наблюдаются рассинхроны И в первом же рейде мы норовались на ЧВК У которого оказался АПС И, к сожалению, он нас перестреливает на автоматическом огне Мы, в свою очередь, пытались стреляться одиночными Вблизи не успели переключиться на автоматический режим И АПС нас перестрелял АПС – это автоматический пистолет под калибр 9х18 мм Кому будет интересно, ссылки будут под видео Его мы уже обозревали Ну и в общем, по игре было очень много странных моментов Находили неприятности не мы, а они нас Причем, как ЧВК, так и дикие Нападали на нас организованной толпой Что было в не нашу пользу Так как в таких ситуациях с пистолетом перестреливаться довольно сложно Несмотря даже на, в принципе, неплохой боеприпас И большую емкость магазинов, но убойной силы нам зачастую не хватало Чтобы перестрелять всех В свою очередь, с одиночной стрельбой у пистолета все отлично Оружие достаточно точное Особенно, когда используем приклад Баллистика полета пули довольно ровная Так как пули броню 4 класса у нас не пробивают Поэтому остается стрелять только в голову А с этим пистолетом это реально Тем более прицельные приспособления, даже механические Весьма комфортные и удобные в использовании И вообще вести одиночную стрельбу с ГЛОК-18С Выходит у нас отлично Но вот, конечно, зачем он для этого Непонятно, так как можно использовать берету Которая будет стоить на 20 тысяч дешевле Что же касается основной фишки А это ведение огня в автоматическом режиме То тут все неоднозначно Огромный плюс, конечно Это магазины емкостью на 33 и 50 патронов Но при этом пистолет начинает занимать много места в инвентаре Как полноценный пистолет-пулемет Он избранный А использовать ГЛОК-18С без приклада Полностью противопоказано У пистолета как минус, так и плюс Это его огромная скорострельность И контролировать отдачу становится очень тяжело Патроны очень быстро влетают И стрелять короткими очередями Также не рекомендуется Попасть таким способом просто нереально Будто в матрице И все уворачиваются от наших пуль Даже при полном зажиме Если дистанция у нас не в упор Разброс как вверх, так и по бокам достаточно велик В упор же все хорошо Магазина на 33 и 50 патронов Нам вполне хватает Чтобы уничтожить полностью Броню 4 класса И убить уже оппонента Пристребив силуэт Либо забираем противника через ноги Рипами Скорострельность в этом нам сильно помогает А вот уже при разрыве дистанции стрельбы Становится гораздо сложнее Все пули уходят мимо цели И весьма быстро И это нам обходится в кругленькую сумму Боеприпасы очень не сильно дороги Но расходуется их огромное количество Хорошо хоть, что магазины при этом стоят не сильно дорого Даже магазин на 50 патронов стоит 10 тысяч И в общем уходит дороговато содержать данный пистолет По страховке он не возвращается Тем более когда еще неплохо так модифицирован И с магазином на 50 патронов И пацанчики сразу думают, что ух какая пушка Возьму-ка для себя, для накида А все не так уж и просто Пистолет также можно найти в схронах Правда встречается он не часто Что по итогу мы получили После всех проведенных тестов Пистолет каких-то ярких эмоций не вызывает Но при этом сказать, что пистолет плохой Тоже нельзя Он нормальный Но при этом очень дорогой Тут лучше посмотреть в сторону беретты Если предпочитаем вести одиночный огонь Для режима автоматической стрельбы Можно рассмотреть АПБ Либо недорогие пистолет-пулеметы Будет и дешевле и местами даже эффективнее Что конечно нельзя не отнять Так это удобство прицеливания Точность одиночного огня Магазины большой емкости И очень большая скорострельность К минусам можно отнести Его огромную цену, как для пистолета Большой разброс при автоматической стрельбе Ну и в принципе из минуса все Чтобы реализовать потенциал Глок-18С Нам нужно вести перестрелки На ближней дистанции Чем ближе, тем лучше И забирать ЧВК в упор Если у него хорошая броня И тут не угадать С какими патронами лучше ходить Либо с бронебойными Либо с экспансивными Так как если начинаем стрелять рипами И попадаем в броню То никакого эффекта на цель они не оказывают В отличие от бронебойных Которые даже если не пробивают бронежилет То быстро его уничтожают И наносят за броневой урон Поэтому рекомендую с собой брать Россупью и те, и те патроны Что же касается количества магазинов То для рейдов нам вполне достаточно Брать 2 на 33 Либо на 50 Один будет в обойме Другой в защищенном контейнере Или 3 магазина на 21 патрон Как минимум Пистолет отлично подойдет Для такой карты как Завод А также для стрельбы в помещениях В остальном же использовать Глок-18С Нет никакого смысла Фармить с ним конечно Получается Тут рандом опять никто не отменял Что нам удастся вынести Из хронов Дикие отлетают от данного пистолета быстро Чего конечно нельзя сказать АЧВК Либо просто мне не настолько сильно везло Рекомендовать данный пистолет для фарма Я конечно не могу Так как цель фарма заключается в том Чтобы при минимальных затратах Выносить как можно больше денег А тут мы затрачиваем на оружие Уже весьма немало Не считая остального снаряжения А его эффективность Не настолько высока Чтобы себя окупать Поэтому проходим мимо данного пистолета Если мы хотим максимально зарабатывать Тоже если брать данный пистолет Для фана И ходить на минималке И наказывать ЧВК Не выходит как-то наказывать фулок Так называемых Тут я бы лучше взял пистолет-пулемет Который будет гораздо интересней И эффективней По этим деньгам Если бы стрелял Глок К очередью покучней Все было бы гораздо лучше Но это все-таки пистолет И ожидать от него Результатов лучше чем у пистолет-пулеметов За эту же сумму Конечно глупо И подводя итог Всему вышесказанному Если нашли данное оружие в рейде Лучше конечно его продать Ходить с ним в рейд Будет не совсем выгодно Так как для данного пистолета Выходит дороговато Как для фарма И в общем для игры Годится при одиночной стрельбе И то при условии Если мы его нашли Покупать же его Нет никакого смысла Как и покупать магазины Емкостью 17 и 21 патрон Если будем стрелять Очередями с этих магазинов Больше будем времени тратить На перезарядку Нежели на саму стрельбу И пофаниться с ним Так же довольно тяжело И поэтому Лично я данный пистолет Рекомендовать не могу А чтобы не пропустить Хорошие экземпляры Которые мы рассматриваем в игре Подписывайтесь на канал Ставьте уведомления Оставляйте свои комментарии Касаемо Ваше мнение о данном пистолете И всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok